Завтра вся страна отмечает День России. В государственные праздники горожане смогут отдохнуть и провести время с удовольствием. Для нашей республики день особенный, поэтому и готовятся к нему основательно. Главные мероприятия пройдут в столице. Для жителей и гостей республики готовят разнообразную программу. Подробности в нашем следующем сюжете. Уже в субботу Площадь Свободы во Владикавказе соберет сотни зрителей. Здесь развернется настоящая концертная площадка. Сотрудники администрации города каждый год стараются удивить жителей чем-то новым. И главный праздник страны – День России. Хороший повод воплотить идеи в реальность. В этом году мы решили немного изменить формат. Это будет также театр под открытым небом. Но теперь уже приглашенными нашими гостями, участниками праздничного концерта, будет казачий-кубанский хор. Это будет яркое зрелище, нам кажется. Приезжает очень большой состав коллектива от нас, от республики. Их приветствовать будет мужской хор нашей национальной песни под руководством Ольги Георгиевны Джанаевой. Это будет такой вот совместный концерт. Для удобства зрители организуют сидячую зону. Вход на концерт будет свободным. Начало в 7 часов вечера. По словам организаторов мероприятия, в этом году зрелищное шоу ждут особенно, поскольку в прошлом из-за ограничительных мер все мероприятия приходилось проводить онлайн или вовсе отменять. Чем больше будет гостей, мне кажется, тем будет приятнее выступающим на сцене в этот день, потому что соскучились по таким вот большим мероприятиям. Атмосфера праздника будет царить и в Центральном парке города. Министерство национальных отношений республики совместно с Северо-Остинским университетом готовит праздничную программу. А вот на открытой площадке «Ракушка» студенты и выпускники факультета искусств СУГО организуют тематический концерт. В нем примут участие представители национально-культурных обществ Северной Осетии. Жители и гости республики ждет насыщенная программа с танцами, песнями и стихами. В многонациональной Северной Осетии к празднику всегда подходят ответственно. Даже в прошлом году, несмотря на ограничения, министерство стало инициатором многих мероприятий. Тем не менее, мы провели несколько конкурсов. Детишки читали стихи о России, рисовали, снимали какие-то видеоклипы, которые размещали в интернете. Мы сформировали профессиональные жюри, которые несколько номинаций было у нас в этом конкурсе. Посмотрели все эти материалы, потом мы им сделали хорошие подарки, грамоты вручили. Пришлось в таком формате проводить этот праздник в прошлом году. Праздник День России отмечают по всей стране. Именно 12 июня, 21 год назад, была принята Декларация о государственном суверенитете. Официально этот день стал праздником в 1994 году. В 2002 за ним закрепилось современное название. Марина Караева, Давид Бетиев, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова